Мой проект в номинации «Активная Подмосковья». Быть здоровым – это модно. Учителя, студенты, журналисты, военнослужащие. Профессиональная палитра соискателей ежегодной премии «Наша Подмосковья» всегда велика. В этот раз количество заявок от жителей Московской области составило почти 24 тысячи. В лидерах и Одинцовский район. Чтобы познакомиться поближе с активом, претендующим на денежное поощрение от губернатора, впервые был организован День защиты проектов. Это не какой-то этап отбора, оценки и так далее. Сегодняшняя встреча носит характер именно защиты проектов. Мы хотим увидеть тех людей, которые реально реализуют проекты на территории области. Три минуты на выступления и ответы на вопросы экспертов. В комиссию по оценке гражданских инициатив вошли представители общественности, депутаты Московской области, Одинцовского района, а также члены Подмосковной экспертной комиссии. Социальная эффективность проекта, новизна и практическое применение. Соответствие этим критериям позволяло конкурсантам получить заветный плюс к рейтингу. Среди соискателей заслуженный работник культуры, ведущая и репортер Одинцовского телевидения Галина Поликарпова. До выступлений несколько минут, волнительных, как перед прямым эфиром. Я приветствую идеологию лидерства нашего губернатора Воробьева, поэтому проведение таких конкурсов, я считаю, очень важным. Они будоражат людей, заставляют найти в себе энергию. Селфи с главой Одинцовского района для некоторых участников стал частью конкурсной программы. Андрей Иванов решил лично поддержать соискателей премии. В день защиты проектов жители проявили небывалую активность. Уже в первый час работы экспертов были просмотрены свыше ста заявок. Мы постараемся за сегодня принять всех людей, которые смогут прийти. Уже сейчас, на данный момент, более 150 проектов по трём площадкам отсмотрены. Ещё весь рабочий день. Я думаю, что всех людей, которые захотят защитить свой проект, всех сможем принять. Патриотическое воспитание, гражданская активность, творчество и инновации. Каждому проекту нашлось место в 10 номинациях конкурса. В юбилейный год Великой Победы патриотическое направление было расширено. В нём приняли участие и Одинцовские ветераны. Один – активность среди Подмосковья, а второй – спасибо деду Победу. Да, патриотчика. Патриотчика, да. Ну, ничего, будем биться. Я решила представить три проекта. Все они имеют психологический уклон, так как я сама психолог. И все связаны с работой с детьми. Мой проект называется «Рука помощи» этого фонда. В чём заключается моя задача? Это оказание помощи жителям и переселенцам с юга, востока, Украины. Я представляю проект «Студия театрального костюма» в номинации «Творческая Подмосковья». Безусловно, надежда – это самое главное. Всегда это очень волнительно, хотя, казалось бы, уже сколько всего было, всяких разных мероприятий. Ну, человек так устроен. Волнуемся, надеемся. Организаторы премии отмечают. День защиты проектов – это возможность конкурсанта заявить о себе. Но независимо от результата выступления, все проекты пройдут в следующий этап. От Одинцовского района представлено свыше 1800 заявок. Призовый фонд премий составляет 180 миллионов рублей. Дальше уже будет серьёзная конкурсная работа на уровне правительства. Я надеюсь, что нашему району удастся выиграть максимально возможное количество премий. Мария Подъепольская, Леонид Бурдин, телекомпания «Одинцова».